Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Молодежь понимает корпоративную философию профсоюза, как она ее видит. Мы хотели получить именно срез мнений молодежи на то, как должна выглядеть миссия профсоюзной организации и ценности. Более ста активистов молодежной организации при правкоме в НИЭФ решили создать свое видение будущего профсоюза ядерного центра. Разделившись на группы, они спорили, обсуждали, отмечали плюсы и минусы, выделяли главные философии профессиональной организации. Корпоративная философия – это неотъемлемая часть, фундамент любой организации. Есть множество статистик, подтверждений того, что организация, которая обладает своей миссией и своими ценностями, она работает эффективнее. Профсоюз сегодня задумался тоже о разработке собственной миссии и ценностей, поэтому обратился к молодежи. Философии и ценности профсоюза РФИАЦ в НИЭФ перекликаются с ценностями госкорпорации «Росатом». Но есть и свои, которые отражают специфику профсоюза. Например, солидарность, забота о людях. Вот сегодня, когда ребята, молодежь собрались, они взяли добавить что-то еще сюда, вот в эти ценности профсоюзной организации, чтобы поднять имидж профсоюза, чтобы народ больше сплачивался именно профсоюзом. Что важнее в профсоюзе – человек или команда, чьи интересы защищает организация? Зачем нужен профсоюз? Много острых вопросов и еще больше смелых ответов. Но организаторы семинара не боялись новаторских идей и ждали от молодежи активности. Ваша цель – это стать брендом. Может быть, вам ложки выпускать? Как отметили организаторы проекта «Школа молодого профсоюзного лидера», актуальность темы семинара подсказала само время и перемены, происходящие в жизни людей. На самом деле время сейчас очень непростое, все меняется вокруг нас, все это видят, и поэтому молодежи приходится очень часто решать какие-то вопросы, которые появляются насущные, интересные, необычные. Такие решения вопросов возможны только вот, когда мы собираемся вместе. Карлен Плузян работает в Орфиадсвнеев четыре года и столько же состоит в профсоюзной организации. Молодой человек считает, что привлекая молодежь к обсуждению, организаторы стараются сделать отраслевой профсоюз более привлекательным для работников и повысить количество участников. В последнее время большие реформы проходят, это и повисионные реформы, и какие-то изменения в законодательстве, связанные с вредностью и так далее. И это все касается каждого из сотрудников. И естественно, его интерес будет защищать профсоюз. Если мы сейчас не скажем, что нам не нравится, что нужно поправить, то потом либо будет поздно, либо будет сложно исправить. Выслушав всех докладчиков, председатель правкома Иван Никитин отметил и новые идеи, и проблемные вопросы, некоторые из которых давно витали в воздухе, и только активисты молодежного комитета решили их озвучить. Каждый раз, что слышим, а что нам дает профсоюз? Да что я сделал для меня профсоюз? А вот здесь здорово прозвучало, а что ты сделал для профсоюза? Вот об этом-то мы, кстати, что-то мало мы говорили. А ведь что, что-то полезное сделать для профсоюза, это значит сделать полезное для коллектива, значит для своего родного, любимого подприятия. Результатом работы пяти групп стали доклады о том, как они видят современную профсоюзную организацию, какими должны быть ценности профсоюза, а главное, в чем ее актуальность для работников. Мнение некоторых докладчиков вызывали дискуссию в зале. Лучшую концепцию не выбирали. Каждая из представленных разработок будет детально рассмотрена в правкоме. Профсоюз – это все-таки равенство всех, и поэтому каждое мнение будет услышано. Конечно же, на базе этого мы будем дальше работать и вырабатывать свои какие-то тезисы, правила и какие-то документы. На данный момент планируется создание декларации. Работа семинара в рамках проекта «Школа молодого профсоюзного лидера» показала, что молодежь открыта для перемены ждет их. Насколько готов профсоюз к реформе, покажет время. В Центре культуры «Досугорфи Ацвне» в самом разгаре творческий сезон. Свои концертные программы представляют саровчанам многочисленные танцевальные и вокальные коллективы. В этот раз зрителей порадовал народный коллектив «Хор русской песни» под руководством заслуженного работника «Культуры Российской Федерации» Александра Кузина. Первое выступление хора «Русской песни» состоялось более 35 лет назад и до сих пор коллектив готов делиться своим творчеством со зрителями. Бессменный руководитель хора – заслуженный работник культуры Российской Федерации Александр Кузин. Александр Васильевич занимается музыкой всю жизнь. В далеких 80-х он приехал в наш город из Кулебак. В репертуаре хора сегодня самые разные произведения – и лиричные, и веселые, и плясовые. Во многом выбор песен определяет тот факт, что выступает коллектив, в основном в нашем небольшом городе. Вот профессиональные коллективы, они одну программу готовят всю жизнь. Две-три вещи заменят, это у них обновленная программа. А нам приходится часто менять, 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 менять. У нас очень много, вот за все с 82-го года, у меня столько вещей, ни один профессиональный коллектив столько не поет. И вот приходится, ну, как-то вот менять. Народный коллектив хор русской песни под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации Александра Кузина объединил несколько поколений людей, неравнодушных к народному творчеству. Среди участников представители самых разных профессий, сотрудники РФЦ МНЕФ и городских предприятий. Музыканты рассказывают, что исполнение русских народных песен радует и сердце, и душу. Как-то это настолько втягивает. И репетиции проходят прекрасно. И, как говорится, напоешься, душа поет, и тело не отстает. Вот так, зарифмую. На каждом концерте хор радует своих слушателей теми песнями, которые веками создавал наш народ. Песнями, которые наши предки пели, когда работали в поле, пели на свадьбах или праздниках. Эти песни – неотъемлемая часть жизни русских людей. Выступление народного коллектива, как всегда, вызвало бурные овации преданных поклонников песенного творчества. Восторженная реакция зрителей в конце выступления не заставила себя ждать. Саровчане искренне благодарили музыкантов за подаренный творческий праздник. С трепетом, с душой, с улыбкой, с радостью. Каждый раз ходим на этот концерт и смотрим его. Очень понравилось. Какое впечатление, ну это восторг. Какое может быть впечатление. Я очень люблю творчество, русское народное. Спасибо большое, что есть такие люди, что такие у нас таланты в городе. Потому что, ну, вы знаете, душа раскрывается, когда такие песни есть. Все понятно, четко, мелодия, там ритм, да, все замечательно. Закончив концерт, народный коллектив в хор русской песни под руководством заслуженного работника культуры Российской Федерации Александра Кузина начал работать над новым выступлением. А Центр культуры и Досуга тем временем готовятся к новому концерту. 14 декабря Саровчан ждет выступление хореографического коллектива «Фриденс» под руководством Михаила Герасимова. В этом году танцоры отмечают десятилетие творческой деятельности. Определились призеры Кубка Рафиацвнеев по мини-футболу. В один вечер прошло сразу две встречи. Матч за бронзовую награду и игра, которая определила чемпиона. Третье место разыграли команды «Торпеда» и «Искра Юнайтед». За первое место на поле сразились команды «Вымпел» и «Динамо» из воинской части. В игре за бронзовые награды Кубка Рафиацвнеев по мини-футболу сошлись команды «Торпеда» и «Искра Юнайтед». Удары поворотом сыпались один за другим. Судьи то и дело показывали желтые и даже красные карточки. К финальному свистку преимущество в счете оказалось за футболистами «Искры». На мой взгляд, во втором тайме команды немножко завелись, то есть появилось больше эмоций, больше негатива по поводу того, что борьба усилилась. Мы давали достаточно высокий порог борьбы, но, как видно, игроки, ну вот мое субъективное мнение, команда «Искра», они немножко погабаритнее, немножко посильнее, физически выносливее и профессиональнее умеют играть. Как только закончился матч за третье место, на поле на разминку вышли игроки команды «Динамо» воинской части и футболисты «Вымпела», представляющие Федеральный ядерный центр «Внеев». Начало первой 20-ти минутки оказалось для сотрудников городообразующего предприятия не самым лучшим. Технично обойдя защитников «Динамо» завершили атаку первым в игре голом. Не прошло и нескольких минут, как разрыв в счете увеличился еще на один мяч. Команда «Вымпела» оказалась в роли догоняющего. «Немножко не собрались, как-то побежали вперед забивать и пропустили в ответ два мяча». Завершив первый игровой отрезок со счетом 2-1 в пользу команды воинской части и сделав правильные выводы, «Вымпеловцы» ринулись в борьбу с новыми силами и новой стратегией. Упорная борьба у ворот команды «Динамо» и вот уже счет 2-2. Новая атака, удар по воротам, команда в оранжевых майках поднимает руки вверх от радости, но судья гол не засчитывает и борьба продолжается. Еще минута и нападающие из команды «Рафиадсвнеф» завершают начатое. Счет 3-2. «Вымпел» впереди. Несмотря на все попытки футболистов из воинской части сравнять счет, ворота команды «Рафиадсвнеф» мяч больше так и не попал. Мы второй год подряд завоевали этот кубок, а в итоге три раза он у нас был. В 2015-2017 мы вот в этом году как бы очень рады. Но все могло сложиться не так радужно. Для команды «Вымпел» турнир начался очень напряженно. В первой игре они потерпели поражение от команды, которые смогли победить в финальной встрече. Сначала турнир прошел напряженно. Первая встреча у нас была как раз с командой «Динамо ВЧ», которую мы проиграли, играя не свой футбол. Потом была напряженная игра с «Арсеналом» на равных, которую мы выиграли 4-3. А потом уже выиграли, далее более сыгрались и стали выигрывать игры. Игра за звание чемпиона получилась яркой, красочной и динамичной. Малые размеры площадки и возможность попадать по воротам соперника с другого конца футбольного поля, как показала практика, не дает преимуществ выигрывать тот, у кого лучше поставлена техника владения мячом, и тот, у кого лучше наложено взаимодействие и командная работа. Футболисты из «Динамо» воинской части выложились по полной, показали красивый техничный футбол, но спортивная фортуна в этот раз была на стороне сотрудников «Арфиацвнеев». По игре могу сказать, что соперник достоин. Мы забили два быстрых гола, ввели, но, к сожалению, не хватило концентрации, может, где-то тактика подвела. Ну и отдать должность сопернику, проявил волевое качество. В принципе, это, ну, доволен как бы, но результат мне доволен, а по игре, как бы скажу, неплохо. На церемонии награждения цены, призы и дипломы получили не только чемпионы. В торжественной обстановке отметили лучшего вратаря турнира, самого ценного игрока и самого результативного нападающего. По мнению заместителя начальника отдела физкультуры «Арфиацвнеев» Вадима Шевчука, проводить подобные футбольные турниры необходимо как можно чаще. Это очень популярный вид спорта, несмотря на то, что в позднее время суток проходит в будние дни даже, этот турнир идет на протяжении месяца и закончился только вот в пятницу. Но, тем не менее, болельщиков всегда очень много, что очень радует, что популярный вид, как говорят, подчеркивают. Ну и, соответственно, команды с каждым годом прибавляется, прибавляется. То есть интересы этого турнира развиваются. Ну и тем более приятно, что это турниры на кубок «Арфиацвнеев». Второй год подряд кубок по мини-футболу остался у команды, представляющей Федеральный ядерный центр «Внеев». И, по словам представителей городообразующего предприятия, это показатель спортивного мастерства его сотрудников. Потому что регулярно наша команда участвует не только в городских мероприятиях, но и в отраслевых, и в областных соревнованиях. Я думаю, что тому и результат. Спортивная жизнь в Российском федеральном ядерном центре «Внеев» очень насыщена. Спортсмен «Арфиацвнеев» ежегодно доказывает свое мастерство на различных спортивных площадках. Ежегодно проводятся состязания по волейболу, футболу, баскетболу, лыжным гонкам на мемориале Бориса Глебовича Музрукова. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями городообразующего предприятия на сайте www.vneev.ru и в эфире канала «16» каждую среду и пятницу в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова